Очередная битва Высшей Лиги Чемпионата Края по футболу состоялась на арене в поселке Центральном 19 сентября. В 16-м туре встретились Белоглинский Колос и Спартак города Геленджика. Противник, скажем прямо, не из робких. Спартак – яркий представитель Высшей Лиги Кубанского футбола со стажем более 10 лет. Сегодня наш соперник занимает седьмую строчку в турнирной таблице, имеет в активе 20 очков, 5 побед, 4 поражения и 5 ничьих. С первой минуты матча чувствовалось напряжение на поле. Болельщики в ожидании первого гола не жалели глоток, подбадривая игроков и комментируя игру. Стоит отметить, что разновозрастная группа поддержки команды Колос, в которую входят успенцы, новопокровцы, белоглинцы и жители Центрального, не только приходят на каждую домашнюю игру, но выезжают на матчи в другие поселения и города. Итак, с первых же минут хозяева поля вынудили противников играть в пределах ворот, обеспечивая оборону. Колос проявлял дисциплину и профессионализм. Даже руководитель клуба Николай Букреев молча наблюдал за ходом игры. В первом тайме сумели дважды забить голы. В игре отличился Филипп Черкасов, а Николай Бояринцев сам заработал пенальти и сам же его реализовал. В конце первого тайма гости сумели забить один мяч. Александр Батаев замкнул подачу с углового. Вторая половина встречи затянулась. Напряжение росло. Игроки и того, и другого клуба получили незначительные травмы. Было произведено несколько замен, но решающих моментов так и не произошло. Счет застыл. Страсти накалились до того, что начались выяснения отношений между футболистами. В результате защитник Колоса Игорь Ткаченко и спартаковец Александр Тунгел были удалены с поля. Несмотря на давление Спартака, в заключительной 15-й минуте счет не изменился. 2-1. Колос сохранил 13-очковый отрыв от ближайшего преследователя Кубани Холдинга из станицы Павловской. А красно-белые остались на седьмой строчке. Мы знали, что команда сильная, обладатель Кубка края, да. Последние матчи здорово провела и Кубань Холдинг 1-1 сыграла, и Майкоп обыграли дома. Серьезно готовились и ждали, что будет очень сложно. Так оно и получилось, в принципе, вы видели. До последней минуты. И туда и туда были острые моменты. Насколько тяжело теперь настраивать команду, когда 13-очковый отрыв от конкурентов? Каждый раз очень тяжело, вы понимаете. Мы идем уже давно, да, как бы в таком темпе. И очень ребята увидели сегодня, что каждый боится ошибиться. Им были ошибки, все опасные моменты, которые создал соперник из-за наших ошибок. Не они создали их, а мы их сами себе. Ответственность очень огромная. Но я думаю, в каждом матче будем стрелять только на победу. То, что Бояринца будет бить пенальти, это было изначально определено? Кто уверен, тот и бьет у вас. А как определяется уверенность? Ну, кто уверен, один человек выходит, уверен и бьет. Штатного пенальтиста у нас нет. Замены вы делали, как и планировали? Или были какие-то вынужденные перестановки? Не, ну, в конце уже как бы сделали вынужденную перестановку, да, уже, в принципе. Потому что всю игру прессинговать очень тяжело. И выпустили дополнительно защитники, потому что уже они пошли всеми силами, надо было обороняться. В принципе, Спартак по составу ничем не удивил? Ну, они три года играют одним составом. Добавилось два человека, в принципе, они сыграны, тренируются. Это все местные, в принципе, все знали. И, как я и говорил, на основе, надо было играть с тем, а с кем не сыграли, тот и забил, в принципе. Белоглинский «Колос» продолжает лидировать в чемпионате. На протяжении 10 туров он не уступает первое место никому. Удерживает лидирующую позицию, теперь имея в активе 45 очков. Следующая игра состоится на выезде 22 сентября в городе Краснодаре с клубом резервистов Академия футбола. А домашний матч намечен на 29 сентября. «Колос» сыграет с ребятами из школы футбола «Кубань-3». Надеемся, что и игроки подарят болельщикам незабываемые впечатления и красивый футбол. К сожалению, не такие успехи у второй футбольной команды Белоглинского района. 16 сентября «Колос-2» играл с командой «Венец» из города Гулькевичи. Матч проходил на стадионе имени Мацнева. «Колос-2» удалось забить один гол, но итоговую ситуацию это не спасло. 18-й тур Кубка губернатора Краснодарского края завершился поражением белоглинской команды со счетом 1-3. В турнирной таблице положение команд осталось неизменным – «Колос-2» на 10-й строчке, «Венец» на 2-й. Лидирует в группе «Б» аромат из станицы Отрадной. С ним и предстоит следующая игра, которая состоится 23 сентября на выезде. А вот 30 сентября встреча на своем поле с командой «Урожай» из Успенского района. По силам футбольные команды практически равны. Здесь можно побороться за очки. Желаем «Колосу-2» победы!